Обычно сказку можно послушать, посмотреть, почитать. Актеры Чувашского театра «Кукол» сделали так, что теперь сказку можно потрогать с теми, кто к ней уже прикоснулся, а встретилась наша съемочная группа. Звуки, запахи, прикосновения, вкус. Слабовидящие люди воспринимают мир именно через них. На эти ощущения сделали акцент при постановке специального спектакля для незрячих и слабовидящих детей. Постановка называется «Что такое настоящий сюрприз?». Кстати, работа стала сюрпризом и для самих актеров. Мы раньше, конечно, создавали спектакли, но не для такого зрителя. Мы играем для детей, которые не могут выезжать, например, в театр. И такие были. А вот с такими зрителями мы столкнулись в первый раз. И нам режиссер сразу сказал, прежде чем начать работать с вами, вы попробуйте походить с завязанными глазами. Как вы ощущаете себя? С такими детьми нужно разговаривать тихо, спокойно, не напугать. Тем более я тут играю крокодила. По роли он такой злой в начале. Героями сказки становятся зрители. Они едут на лодки, попадают в Африку, знакомятся с местными обитателями. Технологии у актеров простые, но эффект получаются не хуже, чем в 5D кинотеатре. При такой постановке важно не зрение, а фантазия. Так что для полного погружения даже слабовидящим детям завязывают глаза. Когда нос щекочет лианы, а под ногами бамбук, поверить в то, что ты в джунглях, несложно. Мне понравилось еще, как крокодила поливали, волны такие были, и плыли они в Африку. Большие, как на море. В общем, интересная сказка. Суть спектакля проста, как и во всех детских постановках. Он о доброте и дружбе. Его в Чуваши увидят еще много зрителей. Кстати, для них программки по спектаклю набрали шрифтом Брайля. Ольга Пырочкин, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика.